МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе они обсудили идеи, направленные на развитие городского округа. Показатель того, что эта форма, она наиболее отражает потребности жителей в текущей жизни и на перспективу. Я бы даже сказал, что, наверное, это одна из самых важных форм. Сегодня мы от жителей услышали конкретные желания конкретных жителей, которые проживают абсолютно в конкретных местах. Как раз это важно. НПО «Лавочкина» – ведущий производитель автоматических космических аппаратов для изучения дальнего космоса. Изначально предприятие предназначалось для выполнения задач военной авиационной промышленности. Так, истребители серии «Лаза» свою надежность, легкость в управлении и уникальные возможности получили признание во всем мире. После этого начались работы по созданию ракетного оборудования. С 1965 года предприятие считается главным в отрасли научного космоса. Сегодня в НПО имени Семена Алексеевича «Лавочкина» трудятся сотни высококвалифицированных специалистов. Сотрудники предприятия не только ответственно относятся к своей работе, но и к тому, что их окружает. Коллектив компании организовал собрание, на котором выдвинули социально значимые инициативы, направленные на развитие и благоустройство родного города. Основные предложения сотрудников НПО «Лавочкина» связаны с благоустройством дворовых территорий, озеленением, а также улучшением транспортной доступности предприятия. Самые молодые члены команды предложили внедрить в городе сервис велошеринга – аренду велосипедов. Инициативы работников НПО имени Лавочкина поддержал член общественного совета проекта «Химки. Интересно жить» Михаил Раев. Я считаю, что очень благотворная встреча. Больше десятка социальных инициатив было высказано. Основные вопросы были по ЖКХ, по состоянию дорожного покрытия дорог, обеспечение зон отдыха, рекреационных зон, транспортной развязки, транспортные сообщения. Компания по выдвижению социальных инициатив в «Химках» оказалась настолько удачной, что перенимать наш опыт стали представители других муниципалитетов Подмосковья. С проектом ознакомилась председатель общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда», депутат городского округа «Долгопрудный» Елена Андреева. Должна сказать, что в «Химках», конечно, более активные жители. Как жители обращаются с проблемами, касающимися своего дома, так жители мыслят и глобально. То есть, если раньше, как правило, нас интересовала лампочка, еще что-то такое, сейчас очень хорошо, что нас интересует вертолетная площадка, нас интересует качество обслуживания, мы хотим что-то нового. Поэтому хорошо, что мы хотим, хорошо, что мы понимаем, что мы за это должны голосовать, и хорошо, что понимая, что мы за это голосуем, мы будем иметь ту инициативу, которая необходима. Часть инициатив уже выросла в серьезные проекты. В острый период пандемии в ходе волонтерской работы участники проекта «Химки. Интересно жить» предложили создать виртуальный музей городского округа «Химки». Сегодня здесь размещаются интервью очевидцев и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Этот проект объединил несколько поколений химчан, которым дорога память о подвиге их дедов и прадедов, которые с помощью виртуального музея передают историю последующим поколениям. К сожалению, уходят наши ветераны, а их история – это бесценность. И мои коллеги по общественному совету «Химки. Интересно жить» активно включились в эту работу в виртуальном музее. Мы накапливаем материалы, мы собираем информацию. Все предложенные инициативы члены общественного совета «Химки. Интересно жить» аккумулируют для размещения их на едином сайте для дальнейшего голосования. В апреле химчане смогут проголосовать за понравившуюся инициативу, определив тем самым очередность ее реализации. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.